Последний раз встречались незадолго до проведения провластного митинга 26 января, митинг под названием «За Хабирова». Как оцените, как прокомментируете? Ну, я ожидал какой-то стандартной формы, ну, как это было уже и раньше, там мы наблюдали в предыдущие годы всякие митинги за что-нибудь и против чего-нибудь, там против терроризма, был у нас недавно митинг, там года два-три назад, еще что-то такое. Однако в этот раз я наблюдал удивительную вещь, полное разобщение аудитории, вот нагнанных вот этих вот бюджетников и того, что происходило на сцене. То есть вот по тем кадрам, которые наш оператор снял, а у нас наш оператор очень подробно там целый час снимал просто людей. Да, мы видели, прям в толпе ходил. Да, просто людей снимал, я поставил задачу так, чтобы это было именно вот это. и другие съемки, то есть независимых там и даже провластных телекомпаний и прочее. То есть все они нам показали картину, когда люди, если стоят не спиной к трибуне, то они просто коротают время. И межсобочки какие-то. Ну да, стоят кружками, какими-то с флажками, согласно, как говорится, организации и купленных билетов. И вот это было характерным признаком вот этого митинга. То есть людей собрать собрали, но... А установку веселиться не выдали? Не то, чтобы установку веселиться, нет. Они сами никакого участия в этом всем не принимали. То есть это было настолько явно, настолько отчетливо, что, ну, наверное, следующего такого митинга мы еще долго не увидим. Потому что, ну, во-первых, конечно, раздражение зашкаливало. То есть у самих участников... Ну, оно было явным и неявным, там, по-разному. Но, во-вторых, конечно, власти, наверное, тоже понимают, что это уже было очень смешно. Потому что когда там на сцене бились в истерике эти ведущие, пытаясь, чтобы хоть кто-нибудь вот эту алгу повторил из толпы... Кричалки там все... Да, вот эти кричалки. А толпа вот безмолвствовала и смотрела так из-под лоби на это все. Ну, это, конечно, было ужасно. Ну, в общем, какое-то ощущение уныния. Ну, уныние, фарса, никчемности этого мероприятия, потому что задача ведь была какая? Показать. Ну, кому... Вот я все время задаю вопрос, кому показать? Кремлю? Ну, Кремль, наверное, прекрасно понимает, как это все работает. Они сами там целые лужники собирали примерно по той же технологии. И прекрасно понимают, что это не может являться там подтверждением народной любви к губернатору. А ведь именно это нужно было показать, что после того, как, значит, вот с Радио Фаритовича обтекло все, что на него вылилось в последние недели, но ему потребовалось немножко, так сказать, реабилитироваться. Если он это показывал самому себе, и если он действительно верит в то, что вот собрав туда в приказном порядке там несколько тысяч человек, он убедится в их поддержке, ну, тогда он более чем наивный человек, в чем мы его, собственно, не подозреваем. Ну, то есть, не вышло, не получилось, я бы так подытожил, что вот не то, что хотелось, получили они. У нас осталось два месяца до так называемых выборов. Не опасно ли такие митинги проводить, когда, в принципе, впереди череда должно быть таких митингов? Ну, я уже говорил об этом, что, во-первых, до выборов у нас осталось буквально полтора месяца, 42 дня. И, во-вторых, действительно, Хабиров, по сути, украл у Путина один такой большой митинг, как минимум один. Вот. А учитывая, что они, их, так сказать, актуальность и эффективность, она уменьшается по мере нарастания количества этих митингов, он украл самый лучший, первый. Соответственно, значит, ну, конечно, это вот такая электоральная потеря для Путина в том смысле, что, ну, минус один такой митинг, минус одна такая галочка. Ранее вы оценили затраты в 100 миллионов рублей, на что вы опирались, на какие подсчеты? Ну, это, конечно, эмпирические подсчеты, но, во-первых, первая, самая большая цифра в этой смете – это зарплата бюджетников. То есть, если верить властям, то это 50 тысяч человек, если верить глазам, то это тысяч, там, 12-15, но в любом случае это, там, цифра где-то около 60 миллионов рублей зарплаты в этот день должны получить эти бюджетники, и они ее получат, то есть, государство заплатит эти деньги, но работа-то не сделана. То есть, то, что большинство из них весь день практически потратило на этот митинг – это факт, потому что те, кто приехали из далеких отдаленных районов республики, потратили на это весь день. Ну, то есть, дорога туда, дорога туда. Ну, да, из Сибая попробуем. Ну, конечно, да, из Сибая не доехали, правда, до Уфы, как известно, значит, сломались автобусы, а потом сидящие в этих автобусах с радостью вернулись домой. Но есть и более отдаленные, там, или более или менее отдаленные регионы. Ну, то есть, действительно, это вот эти люди, особенно привезенные из районов, конечно, они потратили весь свой рабочий день, и этот рабочий день будет оплачен из государственного кармана. То есть, это прямой ущерб государственной казни. На ваш взгляд, почему БСТ не ввел трансляцию? Ведь обычно такие митинги в прямом эфире транслироваются. Согласен, значит, странно. Ну, потому что БСТ, видимо, заранее понимала, что нужно будет наложить другую озвучку на это все, потому что, как вышло потом на многих каналах, озвучено это было иначе. То есть, вот это гробовое молчание из толпы было наложено криками, свистами, улюлюканьями и аплодисментами, то есть, ну, как оно должно было бы быть. Поэтому, наверное, БСТ воздержалась от прямой трансляции, я думаю. Или все-таки побоялись каких-то провокаций или незапланированных каких-то озвучков? Я не думаю, что вот этого всерьез опасались, потому что, ну, та система отбора и система контроля, ну, как бы при входе на эту территорию, наверное, исключала такие вещи, по большому счету. Я не думаю, что они этого боялись. Я думаю, что они боялись, что получится кривая картинка, и они были правы, картинка получилась действительно кривая. И они заранее уже предполагали, что ее нужно будет немножко корректировать, монтировать, ну, вот, сделать ракурсы. Потому что, сами понимаете, даже там человек 10-15 в кадре можно представить толпой. То есть, или ликующей толпой, если правильный звук наложить. Ну, то есть, это уже медийные приколы такие. Я думаю, что они заранее понимали, что у них ничего не получится в прямом эфире. Наш бывший редактор с ликвидированной радиостанцией Хамаской Максим Курников предположил, что глава республики, когда он пришел на сцену и когда выступал своей речью, видно было, что он такой взволнованный или даже какой-то напряженный, что он уже знал о гибели Рифа Даутова в этот момент. И вот Курников говорит, когда пришла новость о том, что один из задержанных мертв, я предположил, что его не очень неуравновешенное состояние, связанное с тем, что он уже это знал и понимал, что ситуация развивается в том числе для него не самой приятной спирали. Согласны? Да, безусловно. Я тоже готов предположить, что Хабиров знал, потому что у него, я думаю, что система сейчас оперативности, информации и анализы по всем этим событиям налажена неплохо. Он понимает, что ему нужно вовремя и первым узнавать все вот эти, даже в том числе и плохие новости. Действительно, Хабиров выглядел очень неуверенно и очень неубедительно на сцене. Ну, собственно, в последнее время он вообще дергается, потому что Радий Фаритович привык к почитанию, уважению, чтобы все было ровненько, гладенько, коньячок нагрет, значит, приближенные улыбались, а холопы плясали. А вот это вот, когда что-то идет не так, его очень быстро выводят из равновесия. То есть, самое главное, что раздражает Хабирова, это непризнание. То есть, он настолько честолюбивый человек, что любая критика в его адресе, она вызывает у него раздражение, злость и там целую гамму чувств и реакций. А вот тут, когда, ну, по сути, народ его вычеркнул из, так сказать, числа любимцев, ну, это, конечно, ужасно на него подействовало. Ну, возможно, конечно, информация о смерти одного из задержанных тоже, конечно, внесла свою лепту в это состояние Хабирова. На ваш взгляд, гибель Даутова, она может привести к какой-то повторной экскавации или, наоборот, уже все, в принципе, накал страстей идет на спад? Ну, как всегда, подобных событий имеют некую синусоиду активности. Очень большие опасения силовиков существовали по поводу, значит, вот, похорон и вот этих всех вещей, которые по месту захоронения должны были случиться. И я не думаю, что, конечно, это вызовет какие-то массовые волнения. Сейчас идет некий откат активности и осмысления случившегося, но самое главное – это то, что осталось в сознании. То есть, понятно, что, наверное, сейчас тысячи людей не готовы повторить вот эти события в Баймаке, особенно на фоне тех репрессий, которые сейчас предпринимаются. Но осознание ситуации и у многих изменение отношения как к региональной власти, так и к федеральной власти – это процесс, который сейчас идет активно. Также по Курникову небольшая цитата. Курников заметил, что в Башкирии сейчас вовсю раскручена машина пропаганды, и туда привлечены местные мегазвезды, ну, то есть, это исполнители эстрады, такие как Элвин Грей, которого Курников сравнивает с Филиппом Киркоровым, извините свои слова. И надо сказать, что действительно ради Хабиров мобилизовал максимум звезд, и они высказываются против Фаиля Алсынова, против протестующих, а этот Элвин Грей сравнивает Алсынова с Гитлером. Это смешно, но это факт, это была цитата. Напомню, что господин Алсынов у нас нанесен в реестр террористов-экстремистов. Согласны? Ну, нет, то, что Хабиров изо всех сил сейчас подключает все, что можно, и даже все то, что не нужно, то есть, вчера он пал в ноги уже инстасамком Башкирского разлива, значит, ну, совсем уже, как говорится, пал низко и заискивал, и играл в какие-то непонятные игры с какими-то неизвестными никому блогерами, видимо, ему там Урал Кельсинбаев составил список людей, которые у него в подписке Инстаграма. Но это уж совсем смешно. И да, действительно, он пытается привлекать там каких-то лидеров мнений. Ну, я бы поостерегся сравнивать Филиппа Бедросовича с этим, как его там, господи, вот этим татарским певцом Эллену Греем, но тем не менее, да, я согласен, что Хабирову сейчас нечего делать, он бегает по редакторам башкирских СМИ, он бегает по писателям, значит, собирает писателей в колонных залах Министерства сельского хозяйства и указывает на важность этих писателей, хотя раньше, знаете, не знал, кто они такие, да и знать не собирается. На коллегии МВД был. А? На коллегии МВД был. Ну, да, коллегии МВД поздравлял там с Днем прокуратуры, там всех, в общем, ну, конечно, сейчас он бьется в этом пароксизме, в этой истерике, потому что, как выяснилось, оказывается, его никто не любит. То есть, а он-то, в общем-то, пребывал в этой иллюзии, что он прекрасен, замечателен, любим и прочее, и прочее. И вдруг, значит, четко и отчетливо прозвучало Хабирова в отставку. То есть, это же, вот это главный триггер его всей истерики. Соответственно, да, ну, бегает, бегает. Вопрос в том, куда он бегает, на что он тратит свое драгоценное время, которое у него совсем чуть-чуть осталось. То есть, на общение с башкирскими инстасамками и вот этими Зухрами Буракаевыми, что ли, простите, не к столу будет сказано. То есть, как бы, это же неэффективно. И они потому, что, там, понятно, что Зухру Буракаеву никто не знает, и она там, ну, не знаю. Писатель, наверное, в собственном представлении, и даже корочка имеется. Или вот эти инстасамки, с которыми он там обнимался и фоткался. Эффект какой от этого будет? Ноль. Эффект ноль. То есть, он не туда дышит.